Сегодня, друзья, я хотел проповедовать об Иисусе Христе. Тема своей проповеди озаглавил так «Красота Иисуса Христа». Ну, люди хотят быть красивыми, мы стремимся к красивому, говорят, что когда человек среди красоты растет, архитектура там, еще какая-то, это влияет его на внутренний мир. Мне хотелось бы поговорить о нетленной духовной красоте Иисуса Христа и прочитать историю, которая записана в Евангелии от Луки, 7 глава, и на эту историю мы вместе с вами, с Божьей помощью, давайте порассуждаем. Луки, 7 глава, 36 стиха. «Некто из фарисеев просил его, то есть Христа, вкусить с ним пищу, и он, вошед в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которой была грешница, узнавшая, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, ставши позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим, скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил», и, обратившись к женщине, сказал Симону, «И видишь ли ты эту женщину, я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, она слезами облила мне ноги и волосами головы свои отерла. Ты целования мне не дал, она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, она миром помазала мне ноги, а потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много». А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, «Прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Событие, которое мы читаем в Евангелии Луки, оно происходит в самом начале второго служения Иисуса Христа. Мы знаем, что всего Христос не менее трех раз ходил на праздник Пасхи в Иерусалим. Из этого делаем вывод, что Христос совершал свое публичное служение после крещения три года. Итак, начало второго служения, начало второго года служения Иисуса Христа. Вот это действие, действие события, которое мы с вами прочитали, оно происходит в доме фарисея, которого зовут Симон. Посмотрим, сороковой стих. Здесь указано имя этого человека. Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». То есть Христос находится в доме Симона. Он был фарисеем. Это был состоятельный человек. И мне хотелось бы сказать, что тогда, во время жизни Иисуса Христа, архитектура состоятельных людей в Иудее, дома строились в виде квадрата. И сам дом находился внутри, от внутреннего двора. Вот у нас в Благовещенске одно время строились дома по границе земельного участка. Это было, кстати, удивительно для других приезжих из других городов. Там с Владивостока, я помню, мы приезжали, тоже удивлялись, что это удобно, достаточно идёшь, заглядываешь в окно и смотришь, как там внутри у человека, потому что дом стоит прямо по границе земельного участка. Это не везде так, кстати, было. Но сейчас стараются как-то подальше от внутри, чтобы, так скажем, от глаз всяких разных, чтобы люди не смотрели. Ну так вот, во времена Иисуса Христа состоятельные люди, они строили свой дом внутри вот этого двора. Во дворе, как правило, были сад и фонтан. Это ещё прекраснее. И в тёплое время года там ели. Друзья, там всегда тёплое время года по нашему календарю, так скажем. И сейчас в Израиле достаточно тепло. Достаточно сказать, что в январе там ещё прохладно, но уже созревают апельсины. Это что-то говорит, да? Ну то есть то, что люди там в тёплое время года, как правило, во дворе, и на обед, когда приходит на обед какой-то учитель, раввин, то обычно приходят не просто простые люди, вернее, не просто приходят сами жители этого дома, хозяева, то есть дозволялось приходить всем людям для того, чтобы они могли послушать вот эти мудрые слова, слова учителя. Поэтому это и объясняется. Вот присутствие этой женщины, как она вообще туда к нему попала. Коль скоро Симон осуждает эту женщину, что она так поступает, вопрос, а как она вообще туда попала. Так вот, оказывается, был обычай, что двор дома не закрывается, когда приходит учитель, проповедник, для того, чтобы все люди могли бесплатно послушать и поучиться вот этой премудрости. Поэтому женщина воспользовалась этим правом, она зашла туда. Ещё, друзья, прежде чем рассуждать конкретно над поступком этой женщины и словами фарисея, мне хотелось бы сказать, какие три обычая соблюдались тогда при приёме в гости. Вот сейчас, когда к нам мы приглашаем гостей, друзья, какой у нас обычай, как мы друзей, гостей принимаем? Ну, представляете, приходят к вам гости, звонят в дверь, сейчас есть такие функции, что дверь может открываться автоматически, и хозяин вас не идёт встречать, а кричит с дивана, а, это ты, проходи, я пока занят, ну, заходи сюда. И человек ещё минут 20 на диване в зале ждёт встречи с хозяином дома. Я думаю, когда такое происходит, как-то согласитесь, когда мы приходим в дом такого человека, и нас лично не встречает, ну, как-то, хотя мы все люди не гордые, верующие не гордые же люди, правда, всё равно как-то нас это смущает. То есть, и сегодня существуют определённые обычаи, что мы приходим в гости, как правило, мы встречаем гостей, правильно, радуемся, говорим, где можно верхнюю одежду снять, куда можно пройти, мы стараемся говорить с этим человеком, пока не начнётся обед, ну, и так далее. Вот так вот, во времена Иисуса Христа тоже существовали обычаи при приёме почётного гостя. Первое. Хозяин встречал его, клал руку на его плечо и в знак мира было приветствие святым Лапзанем, он целовал. Этого человека это было приветствие такое. Второе. Ноги гостя всегда омывали холодной водой, чтобы смыть с них пыль. Пыльные дороги были, это было то далёкое время, когда не на всех дорогах Иудеи был асфальт, не то, что сейчас, всё асфальтировано, пыли нету практически, да. Ну, бывает иногда, да, летом. То есть, нужно было помыть ноги и когда хозяин мыл ноги сам, а не кто-то из его слуг, это ещё был большим почётом для того гостя, который приходил к нему. И, наконец, третье обычай. Капали на волосы гостя каплю розового масла и растирали для того, чтобы, ну, тоже был хороший запах. И причём ещё один обычай, друзья, мы сидим за столами, а во времена Иисуса Христа возлежали, возлежали, то есть опираясь там на локоть и таким образом вкушали пищу. Ну, нам это всё необходимо знать для того, чтобы нам вникнуть в эту историю. Теперь, к кому Христос пришёл в гости? Давайте посмотрим ещё раз внимательно на 36 стих. Некто из фарисеев просил его в Христа вкусить с ним пищу. То есть, фарисей, друзья, сегодня слово фарисей, скажите, это какой вот оттенок, позитивный или негативный для нас, ну, или вообще для слушающих людей, чем, вот, каким вот примером чего сегодня является человек, если мы скажем, а, этот человек полный фарисей, это похвала или всё-таки в большей степени ругательство? Сегодня, друзья, слово фарисей, оно получило такой негативный оттенок. Это пример чего-то неправильного, как вы правильно сказали, лицемерного человека, который строит из себя праведного, далеко не такое на самом деле. Кстати, много обличений в адрес фарисеев в Евангелиях. Тем не менее, друзья, мы должны помнить слова Иисуса Христа. Давайте посмотрим, Матфея 5,20, что Христос скажет. «Если праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное». Друзья, Христос признаёт их праведность. Посмотрите, пожалуйста. Наша праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев, которые, тем не менее, трудились и много делали для Бога. Дальше, что ещё про фарисеев, коротко. Вся 23-я глава Евангелия Матфея посвящена обличениям фарисеев. В этой главе семь раз Христос говорит в их адрес слова «горе вам». Семь раз Он говорит «горе вам». Тем не менее, давайте посмотрим третий стих этой 23-й главы Евангелия Матфея. Здесь Христос говорит про фарисеев это Он говорит. «Итак, всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Удивительно, да? «Всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте». А вот как они сами исполняют, вот так вы так не делайте. Но то, что они, то есть говорят они правильно, а вот в жизни своей поступают не так, как говорят, поступают неправильно. Но для объективности ради мы должны сказать, что не все фарисеи были враждебно настроены к Иисусу Христу. Вот доказательство, давайте посмотрим Луки 13-31. «В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему, говорили Христу, «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». То есть, что таким поступком фарисеи хотели сделать? Они хотели, ну, чтобы Христос оставался на свободе, они ставили в какой-то степени себя под удар. Ирод – это царь, они наперекор царю предупреждают Христа, если бы это выяснилось, то им бы не было бы хорошо. Поэтому мы видим, что кто-то были из фарисеев и достаточно хорошие люди, которые принимали Христа. И еще, друзья, вот это событие, событие помазания волосами ног Иисуса Христа, оно описывается еще в трех других Евангелиях, в конце Евангелия от Матфея в 26 главе, в 14 главе Евангелия Марка и Иоанна 12 глава, но это определенно другой случай. Этот случай, который мы с вами рассуждаем, это начало второго года служения Иисуса Христа. Случай, который описан в трех перечисленных мною Евангелиях, помазания Христа такое уже было, это было во время так называемой страстной недели, во время последней недели жизни Иисуса Христа, это было в Вифании, это другой определенный случай. При помазании в Вифании именно Мария, сестра Марфы и Лазаря помазала Иисуса. Здесь событие происходит в другом месте, и мы читаем, давайте посмотрим 37 стих, Луки 7, 37, женщина того города, которая была грешница. У нее было плохое ремесло, а это просто какая-то женщина, кто-то почему-то, не знаю почему, так я не нашел источников, эту женщину отождествляются Марией Магдалиной, но это однозначно не Мария Магдалина, это какая-то другая женщина, здесь просто не указывает свое имя, говорится, что она грешница. Но что по этому поводу мне хочется сказать, друзья, когда Христос познакомился с Матфеем, будущим евангелистом, автором Евангелия от Матфея, давайте посмотрим Матфея 9, глава 10 стих, Христос тоже пришел в гости к Матфею, и посмотрите, кто был в гостях еще. Когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлеглись с ним и учениками его. То есть, там, где был Христос, там было много мытарей и грешников, не возбранялся им туда в ход, и более того, эти люди, они желали общения с Иисусом Христом, потому что только Христос давал им то, что не могли дать ни книжники, ни фарисеи, ни другие религиозные деятели, только Христос, как мы слышали перед началом нашего служения, дает человеку тот сердечный мир и покой, который следует за прощением наших грехов, за избавлением от чувства вины перед Богом. Христос избавитель от греха, поэтому мытарей и грешники, те люди, которые чувствуют себя грешниками, погибшими без Бога, они всегда желают быть в присутствии Иисуса Христа. И Лука описывает эту женщину. 38 стих, давайте посмотрим ее внешний вид. «Отирать волосами головы своей», она начала, ноги Христа, это можно сказать, что эта женщина была с распущенными волосами. В то время, друзья, это был верх неприличия. Женщина должна была покрывать свою голову, впрочем, как и сегодня. И сегодня религиозная иудеянка, и сегодня все христианки, особенно в Доме Божьем, они должны быть с покрытой головой. Это приличие, это установление, которое следует из Ветхого Завета, потом это цитируется в Новом Завете, волосы должны быть покрыты. Но эта женщина, конечно, она не могла быть с покрытыми волосами, головой, и в силу того, что она была грешницей, она, так я полагаю, ходила без этого покрытия, и в силу того, что она стала делать своими волосами, просто-напросто у нее были распущенные волосы, и, конечно, выглядело это для людей окружающих, ну, шокирующих. Поэтому мнение фарисея, когда он видит на все вот это, что это так неприглядно все происходит, но он человек воспитан, он слух Иисусу Христу ничего не говорит, слух, а как он делает? Давайте 39 стих посмотрим. «Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе». Как это понять? Как это понять, сказал сам в себе? То есть, он подумал, он не произнес эту мысль слух, но он подумал. И что же он подумал? Он хорошее продумал про Христа или не очень хорошее? Он подумал про Христа не очень хорошее, а именно, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Если бы он был пророк, значит, Христос, коль скоро он так позволяет, чтобы с ним так поступала эта грешница, эта женщина, значит, он отнюдь не пророк. Ну, и здесь, друзья, как вы считаете, вот здесь, с одной стороны, Иисус Христос, с другой стороны, Симон, фарисей, гостей, это женщина, которая так поступила. Как вы считаете, Христос знал мысли Симона или нет? Христос знает наши мысли, друзья, о чем мы сейчас думаем, о чем думали вчера или о чем будем думать? Христос знает наше помышление? Конечно же, он знает помышление и намерение сердечное, он знает наше естество. Вы помните, когда Христос исцелил человека расслабленного? В Евангелии Луки, в пятой главе, описывается эта история. Давайте посмотрим, 22 стих, она похожа тем, что когда Христос говорит расслабленному человеку «прощаются тебе грехи», то люди тоже хорошо воспитаны, они вслух ничего не сказали, но они подумали, кто это такой, что прощает грехи? И вот, посмотрите, реакция Христа. Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ, что вы помышляете в сердцах ваших? То есть, Христос знает, что внутри человека, он знает наши мысли. И он понял, о чем мыслил Симон, и он задает Симону вопрос, интересный в отношении должников. 500 динариев, 50 динариев, должен был одному кредитору два должника, и они не имели чем заплатить. Этот кредитор простил всем, кто больше возлюбит. Кто больше возлюбит? Ну, кому больше прощено? И дальше Христос противопоставляет Симона и эту женщину. В чем это противопоставление? Давайте посмотрим 44 стих. Обратившись к женщине, говорит Христос Симону, видишь ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги. Посмотрите, что Христос противопоставляет? Симон, ты не дал воды, а эта женщина слезами вытирает мне ноги. Ты не дал мне воды. Вода и слезы. Что больше? Больше слезы. Дальше. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты не поцелал меня приветствием в уста? Она целует ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. То есть масло для головы и мира на ноги. Конечно же, оливковое масло значительно дешевле, чем мира, которое женщина использует в этом случае. А потому сказываю тебе прекрасные слова Иисуса Христа в следующем стихе. Прощаются грехи ее многие. Друзья, у Христа была власть прощать грехи. В случае с Расслабленным, о котором мы чуть выше рассуждали, Христос говорит, видя веру, сказал человеку тому, прощаются тебе грехи. В Ветхом Завете мы читаем, что атрибут прощать грехи принадлежит только одному Богу. Никакой человек прощать грехи не может. Посмотрите, Исайя 43 глава, прочитаем с 25 стиха. Господь так сам говорит о себе. Я, дальше усиливается мысль, я сам изглаживаю преступления ради себя самого. Исайя 43, 25 я прочитал. Это право и власть прощать грехи есть только у Бога. И у Христа такая власть есть. Друзья, Симон не чувствовал никакой нужды, у него не было чувства любви, и поэтому он не получил прощения, он просто в нем не нуждался. Он считал себя, как вы считаете, достойным или недостойным человеком? Да, он считал себя, конечно же, более чем достойным человеком и в глазах людей, и в глазах Бога. А женщина, она считала себя более чем недостойной и в глазах людей, и в глазах Бога. Она чувствовала, у нее было чувство крайней нужды, и поэтому она была переполнена любовью к Богу. Друзья, когда человек сосредоточен на себе, наш человеческий эгоизм, наше самодовольство, оно отвращает человека от Бога. Человек не чувствует свою греховность. Когда же человек обращается к Богу, наоборот, он чувствует свою греховность и благодарит Бога за прощение. Помните, апостол Павел так скажет о себе. 1 Тимофея 1,15. Верно, пишет Павел, и всякого принятия достойно слова, что Христос и Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Я первый грешник, Господи. Спасибо тебе, что ты меня простил. Вот такое ощущение у апостола Павла, друзья, я думаю, у каждого из нас. Чем больше мы знакомимся с Иисусом Христом, с Его властью прощать грехи, с Его красотой, что Он друг грешникам, тем больше мы понимаем свою крайнюю-крайнюю испорченность и погибель без Бога. Друзья, ну, а что женщина получает? Он сказал, Христос, она получает прощение, 47 стих, прощаются ее грехи многие, и 50 стих. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. То есть, она получает и прощение, и спасение. Интересно, друзья, что не все, не все люди, которые были исцелены Христом, которые получили избавление от проблем своих, от болезней, они получали спасение. Вот пример. Здесь же в Евангелии Луки в 17 главе описывается история, когда Христос издали, кричат Христу, 10 людей, которые были больны проказой, они были прокаженные, исцелились все, но поблагодарить вернулся из этих 10 только один человек. И только ему, этому одному человеку, который пал к ногам его, благодаря его, это был самарянин, Луки 17, 16, только ему, Иисус Христос, дальше скажет в Евангелии Луки 17, 19 прекрасные слова, «Стань, иди, вера твоя спасла тебя». То есть, 9 человек получили исцеление, но получили ли они спасение? Я не знаю, об этом не написано. Кто-то говорит, нет. Но этот человек, который вернулся, имея благодарное сердце к Богу, он получил и исцеление, и получил спасение. Итак, друзья, враг, который мешает нам концентрировать свое внимание на Иисусе Христе, это наш эгоизм, это фокусирование на себе. Это чувство обыденности, которое возникает, когда мы перестаем восхищаться Иисусом Христом, мы привыкаем к собранию, мы привыкаем к чечению Слова Божьего, а это плохо, потому что мы должны всегда восхищаться красотой Иисуса Христа. Посмотрите, прекрасные слова, книга Псалтырь, это песня любви, 44-й псалом, 3-й стих, «Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих». Друзья, в чем же красота Иисуса Христа? Красота Иисуса Христа, друзья, исходя вот из того, что совершил Христос, женщина получила прощения, заключается в том, что Христос, Он друг грешника, Он близок к нам. Главное признать Его, главное понуждаться в Нем, главное прийти к Нему. Христос принимает и говорит прекрасные слова, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». И этот божественный мир будет все в большей степени наполнять наши сердца, если в своей жизни мы все в большей, большей степени будем сконцентрированы на Иисусе Христе, на Его красоте. И красота Иисуса Христа, конечно же, друзья, кульминация красоты Иисуса Христа – это жертва, это голговские страдания, это подвиг жертвы ради нашего спасения. В этом красота Иисуса Христа, в Его самоотдаче. Да поможет нам Господь иметь концентрацию нашего духовного внимания на Христе, восхищаться красотой Иисуса Христа, потому что Христос – Он самый настоящий друг грешников. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok